Сегодня я веду программу «Мировое влияние» из Индонезии. Я нахожусь на азиатском конгрессе Empower 21. Вы не должны пропустить эту программу, здесь очень сильно ощущается Бог. Он коснется и вашей жизни. Мы верим, что сегодня вечером с нами здесь Бог. Бог сейчас прямо здесь. Вы готовы? Мы начинаем. Это Третья Пятидесятница. Добро пожаловать на программу «Мировое влияние» и добро пожаловать в Индонезию. Я нахожусь сейчас на азиатском конгрессе Empower 21. В этой стране сейчас очень сильно ощущается Бог. В Индонезии произошло великое пробуждение веры. Думаю, этот момент войдет в историю. Сегодня Бога можно ощутить уже в Индонезии и Азии. На этом конгрессе говорят о Третьей Пятидесятнице. Эта Пятидесятница связана с Откровением Иисуса. Мы можем видеть сейчас, как в наши дни заливается Дух Святой. Вы наверняка слышите, какое здесь царит возбуждение. Бог касается всех, кто приехал на этот конгресс. В сегодняшней программе мы узнаем многое о том, что Бог сегодня делает в Индонезии и Азии. Я покажу вам запись проповеди, которую я прочел на этом конгрессе, и уверен, Бог коснется и вас также. Верю, что во время этой программы вы станете еще ближе к Богу, и у вас появится особая жажда Святого Духа. Если вас сейчас коснулся Бог, то я хочу, чтобы вы позвонили нам по телефону, который вы можете видеть на экране или зашли на наш сайт. Мы с радостью выслушаем ваши истории о том, что Бог сейчас делает в вашей жизни, и как Он принес вам пробуждение. Я верю, что Бог изливает Свой Святой Дух и сегодня, в 21 веке. Это происходит по-особому. Не упустите этот шанс. Откройте свои сердца. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, что Бог сегодня делает в Индонезии. Я вернусь к вам через пару минут. Индонезия — это страна, в которой проживает больше всего мусульман в мире. Но в то же время сейчас в этой стране происходит самый большой бум христианства за всю ее историю. И происходит это благодаря Святому Духу. Это нечто замечательное. Атмосфера Святого Духа ни с чем не сравнится. Кажется, что небеса открылись. Со мной прежде не случалось ничего подобного. Я буквально рыдал здесь от радости. Я не знаю, как это описать. Я думаю, многие люди ощутили то же, что и я. Я ощущаю здесь Бога. Я ощущаю здесь Дух Святой. Я так счастлива. Здесь я смог открыться. Здесь так много людей. Послание, которое нам здесь прочитали, предназначенное лично каждому и для всех сразу. Мой дух обновился. Мне тут очень нравится. Эта встреча несет новое благословение для Индонезии и всех других стран. Это действительно благословение. Здесь нам дали новое откровение. Если раньше мы не могли спастись, то теперь мы спаслись. Это просто отличная конференция. Я надеюсь, что эта конференция смогла принести благословение многим. Мне кажется, мы этим не ограничимся. Каждый из нас принесет огонь домой и начнет там распространять благую весть. Ника Ньюхарахардио — это главный спикер на Эмпауэр 21. Он также является старшим пастором в Ифильской церкви Индонезии. Его проповеди принесут нам возрождение Святого Духа. Более 800 церквей, 6000 общин, а также четверть миллиона христиан приехали сюда ощутить это возрождение. Более 30 тысяч человек из 40 стран посетили этот азиатский конгресс, организованный пастором Ника. Аллилуйя! Мы здесь творим историю. Где-то год назад пастор Ника рассказал мне об этой встрече. И тут же Бог сказал мне, что эта встреча будет важнее других встреч, в которых я участвовал. Бог продолжает говорить мне, что вскоре Он сделает нечто особенное на этой неделе. Я очень рад в этом участвовать. Сегодня я буду совсем немного говорить о том, что значит обрести силу, чтобы жить с Богом в новом измерении. Я хотел бы начать сегодня с Писания. А потом я поговорю о новом уровне в вашей жизни. Это первая книга царств, 10 глава, 6-7 стихи. «И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобой Бог. Это пророчество». Было сделано для человека по имени Саул, который стал первым царем израильским. Его преобразил Дух Святой. Он начинал свой путь слугу и своего отца, а также он следил за ослами, но в итоге он стал царем, первым царем Израиля, Духом Святым. Он стал частью нового порядка и нового уровня. На этой неделе мы, я верю в это всем сердцем, перейдем на новый уровень Святого Духа. поэтому я хочу рассказать вам о трех шагах, которые вы должны сделать, чтобы начать жить на этом новом уровне. во-первых, чтобы жить на новом уровне, вы должны похоронить свое прошлое. В Ветхом Завете Божий народ был уже готов перейти на этот новый уровень. Новое поколение пришло к реке Иордан. Все старое умерло, отмерло. Перед ними было будущее, полное новых свершаний. они собирались возвещать о Боге и посвятить себя Ему. Они собирались жить в соответствии с тем, что им было обещано. Но внезапно оказалось, что самой страшной опасностью для них было их прошлое. И вот Бог сказал Моисею, «Выстави предводителем Иисуса на вина». А еще Бог сказал, «Ты не попадешь на землю обетованную, но я хочу, чтобы ты поднялся на гору Нево и посмотрел, что я собираюсь сделать». И тогда Бог совершил нечто очень необычное. Обычно Он воскрешает мертвых. Но в случае с Моисеем Бог похоронил мертвого. В Писании сказано, «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой». И произошло это по слову Господня. «И погреб его Господь в земле Моавицкой». И далее во Второзаконии сказано, что даже до сего дня никто не знает его место погребения. Это просто удивительно. Но на могиле Моисея нет никакого памятника. «Люди считают, что знают, где был похоронен Иисус. Разумеется, его там уже нет. Давайте вас славим за это Господа». Но, по крайней мере, мы знаем, где была его гробница. Но никто не знает, где был похоронен Моисей. Где он был похоронен? Его похоронил Бог. Вот почему никто не может его найти. Когда Бог хоронит ваше прошлое, Он хоронит его навсегда. Забудьте о нем. И смело шагайте вперед во имя Иисуса. Сегодня вечером мы стоим на пороге нового дня, нового начала. И самой большой опасностью этого нового дня является наше прошлое. На этой конференции я хочу, чтобы вы взяли только хорошее, плохое, злое, то, чего вы стесняетесь, то, чем вы гордитесь, и отдали все это Богу. Позвольте Богу похоронить ваше прошлое. И тогда вы сможете войти в будущее. Аллилуйя! Аллилуйя! КОНЕЦ Быстрое распространение Благой Вести всегда сопровождается излиянием Святого Духа. Йохан Хандойо, старший пастор церкви Вифанской церкви Сингапура, объясняет, как молитва, близость к Богу и единство духовности ускоряют возрождение нашей веры. Послушайте его. Вы можете представить, что в Первую Пятидесятницу Верхней Горнице Иерусалима излился Святой Дух? Верхняя Горница — это не синагога. Верхняя Горница — это не храм. Но Иисус сказал Своим ученикам ожидать и пребывать в Верхней Горнице Иерусалима. В Первую Пятидесятницу произошли удивительные события. Вся Малая Азия за два года услышала Благую Весть Иисуса Христа. Сегодня она звучит здесь, в Джакарте. Я верю, что дух, который я вижу, — это не церковь. Это не священное место. Но более чем 10 лет мы готовились объединиться в молитве. Мы хотели распространить молитву по всей Индонезии, и сейчас у нас есть представительство в 23 провинциях. А в самой Джакарте у нас молильные башни, где люди могут прикоснуться к небесам, то есть к святости, взойти на гору Божию. А далее идет близость. Она похожа на восстановленную скинью Давида, в которую люди могут войти и постоянно ожидать Бога. Молитва, прославление, служение — это и есть близость. Но это еще не все. У молильной башни есть еще один определяющий компонент. Этим компонентом является единение. Это означает, что все происходит синхронно. Верьте в Бога и помните, что Бог пообещал Сиону, своему народу, Иерусалиму и другим народам. Это также место духовной борьбы, чтобы наблюдать с него, когда враги нападут на какой-то народ, какую-то страну или какой-то город. Именно так мы и сможем построить твердыню молитвы, когда все церкви объединятся. На эту конференцию приехали представители ста конфессий. Сюда приехали лидеры католических, пресвятерианских, протестантских, евангелических, пятидесятнических, харизматических церквей. Все они здесь вместе. Они служат Богу, говорят на языках, ощущая Духа Святого и Его силу. Мы верим, что огонь, который есть тут у нас, мы должны донести до всех народов в Азии и за ее пределами. Кроме того, этот огонь вернется в Иерусалим и будет ожидать второго пришествия Иисуса Христа. Мы будем этого ожидать всем своим сердцем. Все в Израиле должно измениться. Бог изольет Святой Дух по всему миру. Настало время Пятидесятницы. На небе счастье, там свобода, мир. Хотите пребывание Бога в жизни и в своем служении? Это клич о свободе. Церковь помазана Богом. Она действует. И это дар Бога. Мы церковь Иисуса Христа. Не нужно рушить стены. Проходи через них. Я могу все благодаря тому, кто дает мне силы. Поклоняйся и молись. Не бойся за будущее, ведь мы народ Бога. На нас сошел огонь Святого Духа. Он изменит мир. Не пропустите конференцию Иерусалим 2020. Во-вторых, после того, как вы похороните прошлое, вы должны посвятить свое настоящее Богу. В послании к римлянам сказано, что мы должны представить свои тела в жертву живую. В Ветхом Завете огонь сходил с небес там, где была принесена жертва. Поэтому, чтобы у нас были огонь и слава, мы должны принести жертву. И помимо распятия Иисуса, вы тоже должны принести жертву. Станьте живой жертвой для Бога. Но тут есть одна проблема. Живая жертва все еще жива. Когда она лежит на алтаре. Мы ложимся на алтарь и говорим, «Боже, я посвящаю себя тебе навсегда». Но проблема заключается в том, что мы все еще живы. И так и норовим уползти с алтаря. И не посвящать себя Богу целиком и полностью. Сегодня вечером я приглашаю вас на эту конференцию, чтобы вы могли убедиться, что вы наконец-то посвятили всего себя Иисусу Христу. Аминь. Ваша плоть захочет уйти. То, что Бог собирается сделать в 21 веке, будет тяжело для вашей плоти. Вы будете страдать. На вас будут нападать. Вас будут мучать. Дьявол будет вас терзать. Но вы должны оставаться на алтаре. Потому что именно туда сойдет огонь. Аллилуйя. Вы — это живая жертва. Поэтому похороните прошлое. Посвятите свое настоящее Богу. Целиком и полностью. И, наконец, ускорьте свое будущее. В 19 веке, чтобы удвоить знания в мире, понадобилось 100 лет. В 20 веке для этого потребовалось уже всего 25 лет. Ну а сейчас в мире знания удвоиваются каждые 12 месяцев. А скоро на это понадобится всего 12 часов. сейчас мы достигли такой точки, когда технологии развиваются быстрее нас. Мы живем во времена чрезвычайного ускорения. В то же время мы можем видеть, что в 19 веке в мире проживало порядка 1 миллиарда человек. Даже в начале 20 века население из земли составляло чуть больше 1 миллиарда человек. Но в 20 веке началось ускорение увеличения населения из земли. В то же время христианство сдало свои позиции. А вот что было в первом веке. когда случился день Пятидесятницы, христианство начало распространяться по всему миру. А вместе с ним росло и население. Оно охватило весь мир. В средние века этот процесс замедлился, пока не началась реформация. После реформации и возрождения святости, а также миссионерского движения в 19 веке, христианское население и население в мире стало очень быстро увеличиваться в геометрической прогрессии. популяции к христианам и популяции дуния и население но в 20 веке мы едва справлялись с ростом населения в мире. истина заключается в том, что пробуждение на Азуза Стрит и излияние Святого Духа позволили нам сделать христианами почти треть населения Земли. Население в мире росло. Росло очень быстро. Пятидесятническое и харизматическое движение тоже росли вместе и сегодня нам все еще принадлежит треть мирового населения. Ну, сегодня вечером я скажу вам вот что. В эти дни ускорения нам нужно новое духовное ускорение, которое силой Святого Духа подготовит эту землю к пришествию нашего Господа Иисуса Христа. В одном из торговых центров Джакарта у меня было откровение. Это просто прекрасный торговый центр. В нем несколько этажей. Вы можете переместиться с этажа на этаж разными способами. Вы можете подняться по лестнице, вы можете воспользоваться эскалатором, там ступени повезут вас сами, или же вы можете направиться к лифту, войти в него, и он сам поднимет разными способами. Разные христиане пытаются сделать то же самое, приняв только немного помощи от Бога. Но я слышу, как Дух Святой говорит, вы должны воспользоваться моим лифтом. Позвольте моей сверхъестественной силе вам помочь. Я подниму вас выше, чем вы надеялись. Прямо к Иисусу. Давайте воздадим Богу славу. Я верю, что если на этой встрече мы похороним прошлое, если мы целиком и полностью посвятим свое настоящее Богу, Дух Святой уже готов ускорить благую весть, ускорить церковь, и ускорить вашу жизнь. И в итоге вы быстро попадете туда, куда должны. Саул смог вырасти от мальчика, который искал ослов, до царя израильского. На этой встрече многие из вас превратятся из тех, кто получает чудеса, в тех, кто их творит. Вы превратитесь из исцеленных в целителей. Вы превратитесь из тех, кто обрел Евангелие в евангелистов, несущих Божию славу. По-моему, это отличный повод вас славить Бога. А закончить я хочу вот чем. В день Пятидесятницы рыбаки превратятся в тех, кто меняет мир. Во времена пробуждения на Азуза стрит Уильям Сеймур был сыном раба. Но Бог взял его себе в помощники, потому что он полностью посвятил себя Святому Духу. Бог в двадцатом веке изменил мир через Уильяма Сеймура. А как насчет сегодняшнего вечера? Давайте посвятим себя Иисусу. Аллилуйя! У многих из вас есть великие служения. Но если вы позволите Богу похоронить ваше прошлое, придут еще более великие дни. Аллилуйя! Аллилуйя! У многих из вас были большие проблемы. Проблемы со грехом. Но на этом конгрессе Бог пошлет вам новое начало. Бог ваше жизни людей со всего мира. К нам приехало более 13 тысяч человек из 44 стран. Но куда важнее тот факт, что мы очень сильно ощущали здесь Бога. Мы буквально ощущали, как он касается нашего поколения. Сегодня Бог касается и вас. Если вы жаждете перейти на новый уровень, войти в новую реальность и оказаться на новом месте, я хочу, чтобы вы позвонили мне или посетили наш веб-сайт. Мы верим, что вскоре Бог снова в этом 21 веке и зальет свой Дух Святой надо всем миром. И мы хотим, чтобы это коснулось вашей страны, вашей жизни и всего вашего дома. Просто зайдите на наш сайт. У Бога есть для вас пробуждение. Откройтесь Ему. Скажите, Господи, я жажду Тебя. Мне нужно больше тебя. Я хочу, чтобы ты вошел в мою жизнь. Сегодня с вами, так же, как и всегда, был Билли Уилсон и программа «Мировое влияние». Мы сняли эту программу в Индонезии на конгрессе Empowered 21. Здесь ощущается Бог, и сейчас Он входит в вашу жизнь. Мы здесь, в Азии, делимся Иисусом с миром. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом университета Орел Робертса, известного во всем мире христианского университета в городе Талсе, штат Оклахома. Узнайте, как получить степень в 65 различных отраслях онлайн или стационарно на сайте, указанном на экране. Наш университет гордится тем, что может поддерживать движение «Исполнение силой духа» по всему миру с помощью служения «Исполненный силой 21». Чтобы поддержать это служение, вы можете заказать книги и другие ресурсы на нашем сайте, и также вы можете оставить на нашем сайте свою молитвенную нужду. Адрес сайта указан на экране, или позвоните нам по телефону, который вы также видите на экране.